Приветствую вас, Светлана. Я думаю, что влюбленность, это потребность, это некоторые желания, которые у вас есть. С одной стороны, любовь, с другой стороны, когда вам хочется что-то делать для человека, когда вы заинтересованы в человеке, когда вы хотите отдавать человеку, делиться человеку, человеком тем, что у вас есть. Но то, что вам плохо, как вы говорите, от этого чувства, то, что вы больше так не можете, это не связано ни с любовью, ни даже с влюбленностью. Это связано больше с вашими внутренними противоречиями, с тем, что для вас значит влюбленность, с тем, что вы хотите и с тем, какие внутренние конфликты вы пытаетесь через эту самую влюбленность к своему начальнику решить. У всех это бывает по-разному. Вы не назвали никаких индивидуальных особенностей, специфических характеристик своих взаимоотношений с начальником, равно как это, что это за человек и так далее, и так далее, и так далее. Вы практически ничего о себе не рассказали, Светлана, например, были ли у вас отношения до этого, если да, то как они развивались, развивались и всякое такое. И, соответственно, это все мешает дать более такую детальную характеристику и детальную обратную связь. А чисто в общем, если не брать в расчет, что отношения между начальником и подчиненным, носят такой равноправный, сбалансированный характер, то чаще всего подобные отношения носят характер компенсации. То есть, когда кто-то пытается что-то компенсировать за счет вот такой истории. Ну, условно говоря, вы пытаетесь компенсировать за счет своего начальника что-то, чего вам очень сильно не хватает, это все очень сильно не хватает. Люди часто путают привязанность к человеку, люди очень часто путают тягу, влечение к человеку, нежидаемость в человеке, желание быть с человеком, с любовью и влюбленностью, а вещи это абсолютно разные. В первом случае мы говорим, как я уже упоминал ранее, о потребности получать. Во втором случае мы говорим о потребности отдавать. Мне кажется, что плохо вам именно из-за того, что вы не можете получить, то что вам нужно. И вот к влюбленности это отношение не имеет. Нет, конечно, я не хочу сказать, что любовь, она должна быть иносторонней, нет. Но это нормально, что человек в любви всего-то хочет. Хочет внимания, хочет какую-то обратную связь, это нормально. Но есть альтернатива, всегда есть альтернатива. Без этого можно обойтись. Это не влияет кардинально на жизнь человека, не меняет его поведение. У вас же ситуация такова, как вы сами говорите, что я совершаю необдуманные поступки, у меня нет душевного равновесия, я становлюсь импульсивным. Может быть, это связано с тем, что вне отношений вы себя чересчур подавляете. Подавляете свои чувства, свои импульсы, свою спонтанность. И с этим человеком вы, как вам кажется, можете быть именно такой. Более естественной, более спонтанной, более эмоциональной. И отсюда такая идет к нему привязка. Если это одна из гипотез, их может быть много, я просто привожу пример. Если это так, то позволив себе всегда быть более эмоциональной, более чувственной, поработав, например, с возможным обесцениванием своего эмоционального мира, вот, и несколько повысив ваш эмоциональный интеллект, вы будете меньше нуждаться в этом человеке. Кто знает, может быть, вообще не будете в нем нуждаться. Чтобы точнее понять, о чем идет речь в конкретном случае, в вашем случае, закройте глаза, представьте, что вы вместе с этим мужчиной, представьте, что вы в отношениях, и присвучитесь к себе, как вы себя чувствуете. Представьте, проговорите или запишите, чем в этот момент вы наполняетесь, что в этот момент вы получаете. Вот об этом я и веду речь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я надеюсь на отклик по моим ответам. Это послушает вам начало работы над собой.